Здравствуйте, я рад вас приветствовать. У нас с вами, по-моему, 12 лекция, да? Никто не следит за нумерацией. По-моему, 12 она по счету у нас. Мы с вами двигаемся к концу семестров. Садитесь, пожалуйста. Всего лекций 15 штук. Причем я сейчас не буду заглядывать в программу. По-моему, последняя 15 это вообще консультация. Ну, посмотрим. Посмотрим. В зависимости от материала, как мы будем его проходить. Всего 15 штук. Так что вы должны уже почувствовать, что дело близится к концу. И естественно, что чем ближе к концу, тем больше мы с вами должны мочь. Потому что я вас, как в начальном обучении программирования, как в начальном обучении любого предмета, кормишь молочком, легкими вещами, чем, как сказать, человек становится взрослее, тем можно более серьезные вещи рассказывать. Я надеюсь, что какой-то базовый синтаксис языка, привычки к циклам, условиям и спискам у вас уже возникли. И в частности, списки, ну массивы, да, я пользуюсь списками в качестве массивов. Ну, я сказал, что списки – это как бы расширяемый массив, не углубляясь сейчас дальше. Вот. Так вот, они вам уже достаточно знакомы. В прошлый раз я еще вам и двумерные подрассказал, хотя они где-то должны были встретиться. Кто-то из вас уже прошел лабораторную работу, которую делал я, на динамическое программирование. Там в основном двумерка, прошу прощения, одномерное динамическое программирование и пара задачек, пара упражнений на двумерное динамическое программирование, одна конкретная задача. Вот сегодняшняя вся лекция будет посвящена, собственно, двумерному динамическому программированию. Вот всякие разные реалистичные задачки, но начнем мы все-таки с такой мультяшной, я бы сказал, задачки. Задачки про короля шахматного. Шахматный король живет на некоторой доске M на N. M на N клеток. Соответственно, ячейка, в которой он вначале стоит, это ячейка 1,1. И так далее. Это ячейка с индексом M. Это ячейка с индексом N. Требуется узнать, сколькими способами шахматный король может добраться до вот этой клеточки, если ему разрешено шагать только вправо. Есть интересная задачка, которая возникнет, если мы разрешим ему шагать только вправо и вниз. Давайте разрешим ему шагать только вправо и вниз, а потом сейчас посмотрим, какие числа получатся. Да, в оригинале задачки он еще и по диагонали может, но я хочу, чтобы получилась одна красота. Значит, что у нас получится? Как нам посчитать количество возможных траекторий? Сразу же вспоминаем кузнечика. Очевидно, что тут сейчас всплывет динамическое программирование. Давайте вначале построим рекуррент на задачу. Что мы вообще ищем? Я ищу количество траекторий для клетки, собственно, и той, и житой. Ну давайте я итоговая какая. К, М, Т, Н, Т. К, значит, что я вначале буду писать? Вначале первым индексом. А, строку, номер в строке, а потом номер элемента в строке. Поэтому К, Н, Т, как сказать, М на Н мы говорим обычно, да? Но я буду записывать. К, Н, Т, М, Т. Понятно? Номер строки, потом номер элемента в строке. Я избегаю слов столбец, номер столбца. Номер элемента в строке. Так лучше разговаривать, потому что мы с вами в прошлый раз обсудили, как выглядит двумерный массив. На самом деле это список строк, да? То есть массив массивов. И столбцов как бы там нету, да? Столбец это множество различных элементов из разных массивов. Понятно? Поэтому лучше так. Номер элемента в строке. Именно поэтому лучше вначале указать просто строку, а потом номер элемента в строке. Спать не надо на лекции. Хорошо. Значит, вот это что это такое? Это, собственно, ответ. Это количество траекторий. Количество способов достичь клетки. Ну и я буду ее обозначать, соответственно, в двумерных координатах. Как бы, да? Н, запятая, М. Ну, в смысле того, что я вначале указываю строчку, потом столбец. И, потом Ж. Ну, я назову эту ось, ось И. А эту ось я назову ось Ж. Если вы путаете И и Ж, давайте я назову вот эту ось А, К. Ну, так привычно как-то И и Ж. Я надеюсь, вы не напутаете. Соответственно, дальше возникает вопрос. А вот абстрактно, да, вот к какой-то абстрактной клетке, к этой житой клетке, я как, откуда могу прийти? Ответ из вот этой клетки и из вот этой клетки. Других способов попасть вот в эту клетку нету. Значит, количество, то есть эта клетка какая? Эта клетка Итая Житая, да? А эта клетка какая? Эта клетка И-1 Житая. А эта клетка какая? Итая Ж-1. Та же строка, но элементом левее. Та же, тот же элемент в строке, ну, ладно, тот же столбец скажу, да, но строкой выше. И как ведет себя функция количества различных способов добраться в этом случае? Ну, как в ситуации, вот у меня есть некий начальный город, да, из которого я добираюсь в город Z. Есть два города, из которых я могу попасть в город Z по конечной дороге, да? Сколько способов добраться в город Z из города А? Очевидно, все возможные способы добраться в город X, да, надо сложить со всевозможным количеством способов добраться в город Y. А сколько-то способов туда, сколько-то способов туда. Количество способов попасть из А в Z равно сумме этих двух K, да? Вот у нас вот эти два города, из которых я могу попасть сюда. Каким количеством способов я могу попасть сюда, это дело дальнейшей рекуррентной работы. Понятно? Только мы эту рекурсию расположим в форме динамического программирования от начала к концу. Но это и сейчас будет интересный вопрос, а как именно? Значит, поехали. K и T житая равно сумме K и минус первого житого, да, плюс K. Ну, если я, в смысле, вот вызова функции, там сейчас это понятно, я делал в квадратных скобках, как-то будет оформляться, но я же не вызов функции на самом деле буду писать, ну просто неважно, ладно, вы понимаете, о чем речь. K и T житая минус первого, просто минус один туда хочу загнать. Рекуррентный случай найден. Давайте тривиальный случай рассмотрим. Какие-то клетки, для которых мне заранее известно количество способов туда попасть. Я сейчас сотру вот это дело отсюда, и здесь же в этом прямоугольничке нарисую числа. Ну, просто все равно, я понимаю, что я буду сейчас заполнять это дело массивом, да, давайте я нарисую в тех клеточках, для которых понятно, чему там равно. Я напишу, какое количество способов туда попасть. Смотрите. Очевидно, что вот сюда один единственный способ попасть. Да? Я могу сказать так. Ну, очевидно, что сюда я могу попасть только из этой, поэтому, в принципе, сюда один способ, и сюда один, вот сюда один. То есть, первая строка и первый столбец содержат единички. Там ровно один способ туда попасть. Но на самом деле стоит держать в уме, что мы сможем к двумерному программированию применить абсолютно то же самое, что у нас было в одномерке. То есть, не только задачу о количестве траектории искать, да, решать. А решать в том числе задачу, например, о минимальной стоимости достижения при платных клетках. Понимаете? Нам никто не помешает вместо вот этой функции взять и написать. С и Т, Ж, Т, я не буду сейчас писать, чтобы не переключаться слишком быстро, но мозг, подумайте мозгом, да, что мы можем написать другую функцию целевую. Целевая функция С и Т, Ж, Т равно максимуму из, а, прошу прощения, минимуму, если минимальную еще, да, стоимость. То есть, минимум от С и минус первая Ж, Т, да, запятая С и Т, Ж, минус первая. Да? А там, может быть, не все так тривиально с вычислением вот этого вот. Может быть, барьерный элемент, тем более у меня все равно, видите, нулевая строка, нулевой столбец, просто там простаивает, прогуливает. Что я могу сказать? Что вот в эти клетки, если я их тогда внедрю дополнительно, доп. клетки, дайте другим мелом их нарисую. Дополнительные клетки туда внедрим, да, соответственно, нулевые, нулевая строка, нулевой столбец. Такой барьер, как бы, да, от которого я смогу отталкиваться. Это часто бывает удобно. Помните, когда мы суммировали однопроходным алгоритмом сумму последовательности? Начальное состояние суммы я какое брал? Я говорил, давайте начинать не с первого элемента суммировать, а начнем как бы с нулевого элемента. Возьмем сумму за ноль в начале. Да, то есть я говорю, а давайте, хотя суммы пустой последовательности, какова сумма элементов пустой последовательности? Вот правильный ответ, ее нету. Или максимум пустой последовательности? Максимальное число в пустой последовательности. Давайте хотя бы один элемент, я скажу, вот вам максимум, да. Но оказывается, что для таких вещей, как, например, сумма, удобно начинать с нуля. В данном случае я смотрю на свою целевую функцию и думаю, как я могу распространить эту функцию туда, на барьерный элемент, так, чтобы в результате получалось все окей. Ответ. Я туда нолики пропишу. Единственное, что из этого выбивает, то есть я вот и говорю, для этих чисел там нолики. Ноль способов туда попасть. Вот. Соответственно, у меня все числа, которые я буду вот тут вычислять, они у меня легко будут получаться, как что? Единичка плюс нолик. Единичка. Здорово. Сейчас я мел сменю. Единичка, да? Единичка. То есть эти единички, они в каком-то смысле могут быть вычисленными. Да? А если я буду искать минимальные, если я буду искать минимальную стоимость, например, то я могу туда заложить некую бесконечную стоимость достижения этих клеток. То есть они заведомо не будут невыгодными. И в результате у меня будет вот здесь просто накапливаться сумма стоимостей, что мне и хочется. Но зато мне не придется писать отдельный цикл. Сейчас все понятно? Для вот этой клетки у меня 0 плюс 1 это 1, да? Здесь у меня это 1. На самом деле одна клетка выбивается из этого. Ни в коем случае нельзя обсчитать саму вот эту клетку. Потому что если я перезапишу эту единицу, 0 плюс 0, 0, вот это нельзя. Эта клетка не подлежит вычислению, надо декларировать, что сюда ровно один способ попасть и баста. Понятно? Сюда нельзя записывать значение методом вычисления. А иначе у нас вся таблица просто вычислится в 0. Все элементы будут 0. Так вот, ладно. В любом случае, короче, у меня получается что? Что у меня вот тут единичка. А теперь давайте сейчас посмотрим, что получится. 1 плюс 1 это 2, 2 плюс 1 это 3, 3 плюс 1 это 4, 4 плюс 1 это 5, 5 плюс 1 это 6. Так, окей, 2 плюс 1 это 3, 4, все понятно, да? Здесь все понятно пока. 3 плюс 3 это 6, сюда 6 способов попасть. 6 плюс 4 это 10, сюда в эту клетку 10 способов попасть. 10 плюс 5 это 15. 4 плюс 6 это 10, да? 4 плюс 6 это у нас 10. А давайте я сейчас немножко это дело распространю ниже чуть-чуть, чтобы посмотреть, а что там вообще происходит? Вот дальше. 1 плюс 4, ну хотя бы до симметрии, да? Вот 5 и 6 элемента. Добавлю туда пятую, шестую строчку. Да? 5 плюс 10, 15. 10 плюс 10, 20. Никто ничего не узнает, скажите, пожалуйста. А? Треугольник Паскаля, только повернутый на 45 градусов. Ребята, это треугольник Паскаля. Это числа С из НПК. Это в комбинаторике вот эти самые числа, которые считают количество различных, как это называется, размещения без повторений. А, прошу прощения, нет. Количество сочетаний, да, сочетаний. Обозначается С из НПК, но они в данном случае, их трудно будет считать, потому что они должны по диагонали вот так вот восприниматься. Кроме того, мы не их на самом деле вычисляли. Но так получается, что для такого короля, который вот так ходит, как вот для кузнечика, который прыгал на плюс 1, плюс 2, там числа Фибоначчи выползли. Так вот тут вылазит числа С из НПК и треугольник Паскаля. Понятно? Ну так, маленькая красота. Вот. Что я хотел еще? Ну, я не буду сейчас это дело досчитывать. Очень интересный и важный момент, касающийся вот этого короля. Вот этого короля. Давайте рассмотрим различные... Вот я сейчас помельче это условно нарисую. Раз, два, три. Поскольку мы работаем не с рекурсия, а с динамическим программированием, мне очень важно определить последовательность вычислений. Понимаете, да? Чтобы при этой последовательности вычислений у меня каждый раз я опирался на ранее вычисленные. А реально у меня сейчас разумное содержимое лежит только вот в этом. Ну, я сейчас откажусь от нулевых. Давайте откажусь пока от нулевых. Сейчас или нет. Вот нормальные значения. Давайте, ладно, не откажусь от нулевых. Только вот в этих, да, и вот в этом элементе. Как же мне обеспечить обход, чтобы все оказалось вычисленным последовательно? Ну, во-первых, какие элементы я, в принципе, могу вычислить вначале? Только вот этот и вот этот, правда? Вот первый вариант. Я вычисляю вот этот элемент первым. Как только я его вычислил, я могу перейти к вот этому элементу, потому что для него теперь и есть и тот, и тот. Понятно? Я вычисляю вот этот, потом вот этот. И в результате я двигаюсь слева направо, вот так вот, сверху вниз, слева направо, да? Вот такая последовательность движений. То есть глобально я двигаюсь сверху вниз, построчно. То есть два вложенных цикла for. Ну, единственное, что первая итерация первого цикла for должна быть пропущена. Ее нужно скипнуть просто, чтобы не перезаписать вот ту самую единичку. Понятно? Естественно, возникает второй вариант, который точно так же легко пишется на языке программирования. Да, я говорю, у меня разумными числами заполнены вот эти числа, да? Мне для вычисления достаточно, чтобы вот это и вот это было вычислено, у меня наличествовало, да? Поэтому я могу спокойно вычислить первым вот этот элемент и начать с него, и расширяться вниз. То есть я свою функцию двумерную от двух переменных буду расширять область знания этой функции, да? Расширяю известную мне область определения, на которой мне известно значение. Расширяю ее вот так вот, раз, раз, и тем самым я вот достигну и вычислю целевую точку. Что так, что так, я ее вычислю. Может, вы можете задаться вопросом, ну, Тимофей Федорович, зачем же что-то еще? Все, вопрос закончен, обсуждение закончено. Ну, пару лет назад я бы тоже так сказал, да? Вот, не буду рвать на груди рубаху. Вот, но я некоторое время назад задумался и прошел школу параллельных вычислений. Не сказать, чтобы я там что-то особенное много сильно узнал, в смысле того, что я не очень хорошо учился. Надо бы хорошо, бы получше еще поучить параллельное программирование. Но вообще параллельное программирование – это очень важная и достаточно сложная область. Параллельные вычисления, вычисления на больших кластерах, на больших машинах, вот, они крайне важны для промышленности, чтобы делать хорошие самолеты, у которых хорошая подъемная сила, сопротивление, устойчивость, они не ломаются. Ведь их нужно обсчитать. Автомобили, они все обсчитываются, естественно, моделируются, вычислительные модели строятся. Так вот, я к чему? Вот эти параллельные вычисления, они требуют интеллектуального ресурса и обучения. Вас надо учить, как это делать. Я не веду курс параллельных вычислений, вот, вот так, вот, я сейчас параллельные вычисления, нет. Но вы должны об этом задумываться. А можно ли этот алгоритм выполнить параллельно? То есть запустить несколько нитей выполнения на разных процессорах. А сейчас в каждом, буквально в каждом компьютере несколько процессоров. Ну, я имею в виду сейчас ядра одного и того же процессора, вряд ли там реально два разных процессора, но в одном процессоре реально сразу 4-8 ядер, я уж не говорю, сколько ядер на графических карточках. То есть ресурс и возможность запустить алгоритм выполняться одновременно, параллельно, очень большой. Реально ограничивает только одно. Это взаимосвязь данных друг с другом. Вот, например, в этой ситуации. Могу ли я начать вычисление вот этого элемента до того, как вычислю вот этот? Нет. То есть у меня получается, что я вот этот порядок обхода массива, он ограничивает параллельность. И не могу параллельно сделать это. Есть такой способ. Представьте себе, что я запускаю рабочих класть кирпичи. И вот я первому рабочему говорю, ты кладешь кирпич, вот земля, вот уровень земли. И первый рабочий кладет первый ряд кирпичей. Вот он кладет первый кирпич, второй рабочий кладет второй кирпич. Давайте в древности не знали о том, что кирпичи надо класть вот так. Это было изобретение, оно обеспечило дополнительную связку слоев кирпичей. Но давайте сейчас это будут совсем древние строители, которые только-только научились обжигать кирпичи вместо обтесывания камней. И они кладут кирпич на кирпич ровненькими рядами. Ну вот у меня первый рабочий кладет кирпичи. Как только он положил первый кирпич и приступил ко второму, я могу запустить второго рабочего, который положит этот кирпич. Ну ладно, красиво будет, если я все-таки сделаю нормальную кирпичную кладку. Скажем так, как только первый положил два кирпича, второй может положить свой кирпич. Соответственно, один рабочий кладет вот этот кирпич, да? А второй рабочий как раз кладет второй кирпич. То есть они, а, прошу прощения, нет, он не может параллельно. То есть этот должен перейти к следующему кирпичу. То есть вот эти два кирпича кладутся параллельно. Понятно? Так, с какого-то момента у меня рабочие могут подключить третьего товарища. И этот первый рабочий, он кладет пятый кирпич, да? Второй рабочий кладет этот кирпич, я их вот так заштрихую. А третий рабочий, подключившийся к ним, кладет вот этот кирпич. Я сейчас не обсуждаю эти мелкие половиночки, ну их, да? Вот условно вот так, да? Поняли логику? Да, действительно так можно. То есть я могу на самом деле вот этот алгоритм запускать в параллель, но с некоторым запозданием. То есть этот цикл побежал, а этот его догоняет, третий догоняет, да? Только аккуратно надо, чтобы не обогнать того рабочего, не положить кирпич. Да, вот так вот не положить кирпич. Вот нужно очень аккуратно осуществлять синхронизацию этих потоков. А есть еще один обход, один вариант такой последовательности запуска этих вот... Смотрите. Нет, мы, конечно, это реализовывать вот так вот не будем в параллельность, да? По крайней мере, в рамках этого курса. Это точно не будем. А так это скорее нужно вас к другому специалисту направлять. А я, к сожалению, не могу сказать, вот кто у нас на физтехе. На физтехе эта область... Хотя у нас есть люди, которые занимаются параллельностью, не знаю, читают ли они лекции, могу ли я вас направить. Тем более у вас не профильный факультет к этому делу. Ну, в общем, короче говоря, все равно я скажу. Смотрите, какой есть другой вариант. Давайте посмотрим. Вот эту клеточку, вот эту клеточку, я могу запустить параллельно с вот этой. Давайте ее назову ноль. Да? То есть она, ну ладно, ноль, может быть один, но я уже написал ноль. Все, кто-то уже записал, будем продолжать. То есть на нулевой итерации. Это первые два рабочих сразу могут вычислять. Дальше, как только эти две клеточки посчитаны, у меня возникли исходные данные для следующих трех клеточек, правда? Я могу, соответственно, вот эту, вот эту и вот эту одновременно запустить на трех ядрах, на трех вычислительных процессах. Ну, с общей памятью. Конечно, память-то у них должна быть общая, чтобы не было лишних обменов данных. Спать не надо. Потом я запускаю, соответственно, вот это, да. И видите, у меня дорастает ресурс параллельности, достаточно быстро она растает. Раз, и, соответственно, возникает вот такая вот интересная возможность. Да, видите? То есть взаимосвязь этих клеточек, да. Она вот такая. А почему это как второй, если он на самом деле симметричный, и нам хватает? Ну, у нас есть таблица, она как бы симметричная, то есть мы можем запустить один. Для скорости. Параллельные вычисления нужны для скорости. Хорошо говорить, что, да ладно, это же все равно динамическое программирование, оно быстрее, чем рекурсия работает. Да, конечно, оно работает быстрее, чем рекурсия. Представьте себе, если бы я рекуррентно вычислял для вот этой клеточки, то количество числа C из НПК, они же растут-то очень быстро, на самом деле. Если я даже вот тут посчитаю, 21 плюс 35, сколько это получается? 56, да? 56. Здесь, очевидно, у меня будет 70, прошу прощения, да, 70. Здесь будет, очевидно, снова 56, да? Здесь у меня будет 70 плюс 56, это будет 126, а здесь будет, соответственно, 252, да? То есть рекурсия, она для вычисления вот этого вот потратила бы 252 итерации. Ну, итерации, 252 вызова. То есть очень долго. Ну, пропорционально C из НПК. А динамическое программирование сколько времени потратит? Ну, сколько надо времени на заполнение двумерной матрицы? Да, сколько у меня тут? 6 на 6, значит 36. Динамическое программирование потребует 36. Но все равно Н квадрат от Н квадрат, это не совсем всегда хорошо. Представьте себе, что я делаю вычисления какие-нибудь на двумерной решетке. Ладно, сейчас все любят трехмерку. Реально, машина, вы же хотите ехать на трехмерной, а не на двумерной машине, да? Трехмерная машина, запускаем вычислительный поток воздуха, который ее обдувает. Да, все это дело в вычислительной модели, обсчитываем все там аэродинамические моменты. И сетка, сколько у вас элементов будет у машины? Ну, миллион хотя бы, да? Миллион на миллион на миллион. 10 в какой получается? Извините, да, даже не 12. Да, а в 18 что ли получается степень, да? 10 в 18 клеточек. Ну вот, если это не запускать на вычислительном кластере с большим количеством компьютеров, то можно ждать лет 100, 200, 1000. Понимаете? Поэтому и собирают вот такие огромные сложные вычислительные машины, у которых очень большое количество операций в секунду. Но чтобы написать программу для такой машины, для такого кластера, нужно уметь ее написать, а не просто так загнать ей, и вот цикл, и она будет этот цикл считать с такой же скоростью, как хороший ноутбук, и все. Понимаете? Ладно, но это сейчас еще раз говорю. Это нас не касается, я просто не мог не затронуть этот момент в связи с тем, что в динамическом программировании это часто возникает. Надо сказать, что классический курс вычислительной математики МФТИ, он на динамическом программировании и построен. То есть все вычислительные схемы, многоточечные, для которых вы будете доказывать эту сходимость, асимптотику, ну, в смысле сходимость доказывать будете через устойчивость, и как там, асимптотику, сейчас не помню, позорище. Сходимость доказывать через асимптотику и устойчивость. Короче говоря, давайте двигаться дальше. Рассказываю следующую вам задачку, уже реалистичную вполне. Эта задачка будет сейчас либо... Давайте наибольшая общая подпоследовательность. Наибольшая общая подпоследовательность. Итак, ну, вначале давайте сделаем постановку задачки и введем обозначение для самой постановки. Во-первых, я скажу так. Вот у меня а и б, и это у меня массивы чисел. Массивы чисел одномерные. Размера, соответственно, лен а у меня равен n, а лен b равен m. Понятно, да? Ну, просто два массива одномерных из n чисел и m чисел, соответственно. Меня интересует, какая максимально возможная подпоследовательность у них общая. Что такое подпоследовательность? Подпоследовательность. Подпоследовательность. Полностью напишу один раз. Значит, это что? Это у меня, соответственно, некий фактический список c, который содержит только элементы, содержащие элементы а, с элементы а, да, в исходном порядке, но не все. Элементы а, да, в исходном порядке. В исходном порядке, но, возможно, не все. Ну, очевидно, что общая подпоследовательность, если это подпоследовательность, давайте, это подпоследовательность а. Ну, я тут двойточие, у меня тире уже не помещается. То есть, c является подпоследовательностью а, если она содержит элементы а в исходном порядке, но, может быть, не все. Понятна логика, да? Я могу описывать подпоследовательность в терминах самих же списков. То есть, я могу сказать, например, что, например, пустая последовательность, да, точно является подпоследовательностью любой последовательности чисел. Правильно? Пустая подпоследовательность, да, она подпоследовательность любой последовательности. Любой последовательности а. ясно да итак вопрос как же мне быть как же мне быть моя моя задача сейчас моя задача сейчас может быть упрощена если я найду какую-нибудь красивую целевую функцию которую удобно и легко посчитать которую удобно и легко посчитать например я могу вычислить длину длину наибольшей общей подпоследовательности длину наибольшей подпоследовательности назовем ее буковкой f причем я и скажу так я заранее сейчас в виду f и т житая то есть я сразу ее еще и параметризую дело в том что у меня а и бы они имеют какую-то длину там n и м я хочу сказать так а давайте я буду как бы рассматривать ну так чтобы задачка могла стать проще значит подпоследователь значит мне нужно чтобы исходная последовательность была короче я должен рассмотреть для разных длин исходной последовательности не только для финальной n финальный м правда я под динамику затачиваю то есть я сейчас форму формулирует целевую функцию а причем еще и делаю так чтобы последовательность а и b могли быть покороче вот у меня сейчас и и g это как бы m и n но поменьше могут быть частности давайте я сформулирую что это такое f и т житая это длина наибольшей возможной наибольшей возможной подпоследовательности соответственно но не а и b исходных а их кусков частей а соответственно и б каких именно частей таких именно частей я обозначу часть а часть а длины и и обозначу сейчас вот таким вот образом а от открываю прямо от а квадратную скобку я туда сразу сейчас два индекса напишу от нулевого по и ты но не включительно но иначе их получится не и штук а лишний элемент попадет понятно как бы кусочек от него отрезал от этого списка ясно это у нас что это часть а часть а до содержащая ну скажем так первые его первые и элементов понятно ну и соответственно b от нуля до житого соответственно это часть b часть b первые же элементов от же элементов при этом тут есть такой интересный момент если это в принципе длина наибольшей общей возможной подпоследовательности для а и b ну тогда я не знаю а что там с последним элементом как нее вот вот я знаю например для все и ты все f и ты житы для меньших индексов чем текущие я знаю что что мне это даст но так вот трудно быстро сообразить вот если бы это была целевая функция в которой точно знаю например что эти две подпоследовательности все все супер да все правильно достаточно этого теперь вопрос составить аккуратно рекуррентное соотношение так чтобы эта задачка свелась к поиску той же самой функции для меньших индексов найти длину наибольшей общей подпоследовательности но для меньших кусков а и b если я смогу свести эту задачку то я смогу это дело нарастить методом точно так же как я это сделал ранее там для этого короля передвигающегося да что я говорю значит тут возникает некоторая разница то есть f и т житая она по-разному будет вычисляться в зависимости от того что у нас там собственно с элементом и там и житым соответственно понимая что я сейчас их рассматриваю начиная от тут очень аккуратно надо писать элемент будет у меня им и ты элемент имеет индекс и минус один да это вы четко понимаете то первый элемент имеет индекс ноль сейчас мне это будет очень аккуратно потому что мне понадобится и номера и индекса так вот смотрите я сейчас пока что говорю о номере элемента представим себе такую ситуацию когда у меня а и ты равен б житому вот когда у меня два последних элемента равны друг другу в этом случае в этом случае в этом случае в этом случае у меня очевидно что вот этот кусок а как бы а и ты кусок а его первых элемент но я даже могу их обозначить покороче чтобы сейчас порассуждать а и то я равно б и то я равно это понятно да ничего страшного я сейчас распишу вот этот а и ты аккуратненько то есть некий а первый запятая а второй и так далее а и минус первый запятая а и ты номера элементов начинаю от единички видите да б первый б второй б жи минус первый б житый то есть мои две вот эти вот последовательности а и т б житая они вот так выглядят и вот эти элементы равны друг другу я могу сказать так раз они равны друг другу значит конечно же они могут быть включены в наибольшую общую подпоследовательность очевидно да подпоследовательность она как раз может их включать замечательно а значит мне надо свести задачу к предыдущим да понятно логика хочу потому что это реально первый элемент потому что у меня функция f и т житая она будет именно иметь вот эти длины куска последовательность сколько элементов потому что нулевую я зарезервирую именно для последовательности нулевой длины то есть у f и той житой и и жи это количество элементов в а и той а б житой соответственно б житой понятно я сейчас хочу чтобы у меня вот в этой формуле которая тут напишу у меня хотя бы в этой формуле не терялось что там какой и ты какой житый элемент чтобы он соответствовал четко и понятно чему вопрос еще раз я это вопрос знаете такой актуальность вообще курса ребята а зачем мы вообще ботаем все эти алгоритмы нет серьезно это именно вот так вот потому что а я не могу объяснить вам а для чего вообще нужна сортировка массива ну вот серьезно если задать вопросом а зачем нужна сортировка а ну пользуйся себе стандартной сортировкой и все ну где-нибудь из библиотеки и вытяни все понимаете я буду рассказывать довольно много сложных алгоритмов это один из первых для него чуть-чуть нужно свой мозг погрузить это очень сильно прокачивает причины почему это дело существует в вашем курсе а это очень сильно прокачивает ваш собственный интеллект вы становитесь от этого умнее и круче второе когда вы будете пользоваться какими-то стандартными функциями из библиотек вы будете знать чего это стоит по времени по асимптотической сложности можно этим пользоваться или не стоит или надо заморочиться написать самостоятельно иначе если вы не будете знать вот этих вещей то это будет жесть третье зная множество возможных алгоритмов вы в принципе сможете участвовать там в студенческих олимпиадах если вдруг вы когда-нибудь станете разработчиком программного обеспечения и смените профессию то алгоритмы они дадут вам существенное преимущество перед другими программистами если вы не смените профессию то в современных условиях что химики что биологи и все кто угодно физики они крайне нуждаются в программировании программирование это не только знание языка я вам рисовал помните да это в том числе знание алгоритмов вот есть классические алгоритмы поэтому я сейчас рассказываю тот класс алгоритмов мы я придумал нет не придумал я рассказываю метод динамическое программирование как можно рекурсию свести к циклам понятно чтобы не делать перевычислений ясно и соответственно возникает целый класс задачек которые этим методом решается понятно у нас будет билет такой на дип зачете будете тянуть сдавать рассказывать устно если получится реализовывать программу надо бы реализовывать она реализация яйца выведенного не стоит динамическое программирование оно настолько просто реализуется что сложно объяснить почему же оно такое сложное сложное именно потому что в никто что мы вообще вычисляем вот как только мы поймем что мы вычисляем все у нас будет хорошо ясно еще раз алгоритмы в первую очередь моя точка зрения в первую очередь для вас нужны вы даже не знаете для чего они сейчас нужны вы не можете себе вот сказать а для чего послушайте представьте что у вас две эти последовательности это два генома и вы выделяете общую подпоследовательность генов которые есть и там и там понимаете последовательность там есть встраивание какие то еще между прочим задачки на молекулярной биологии они очень часто связаны с вот подобными вещами задачками нас на всякие строки на всякие последовательности понимаете вам нужно найти максимальную вот такую вот сейчас будет следующая задачка наибольшая возрастающая подпоследовательность сейчас ладно поехали вы поняли меня запоминаем формулировку задачи понимаем что это за функция выучиваем или просто учимся воспроизводить решение и это будет не только с одним алгоритмом алгоритма будет много ясно учимся всем все понятно поехали дальше кто против может выйти из аудитории но тогда встретимся на зачете или договаривайтесь деканатом как вы будете этот курс засчитывать он относится к общеинститутскому циклу является общеобразовательным очень важным то есть это логика алгоритмов структуры данных она делает из вас не дураков еще раз значит смотрите если у меня не но это же знаете как вопрос о смысле курса просто смысле бытия я же не могу не ответить на этот вопрос определение подпоследовательность это последовательность содержащая элементы исходной последовательности в исходном порядке но возможно не все ясно ясно поехали двигаемся дальше итак если два последних элемента равны друг другу тогда длина наибольшей общей подпоследовательности как раз на единичку больше чем что чем задачка о наибольшей общей подпоследовательности для уменьшенных да то есть один плюс f это минус один житая минус один согласны согласны на единичку больше чем предыдущая задачка да а теперь смотрите а если они все таки не равны друг другу а если не сейчас я чуть чуть поправее напишу а если они не равны друг другу а это не равно б житая но в этой ситуации мы так поступить конечно не можем но хотелось бы сейчас чтобы не тратить слишком много времени свести задачу все-таки к предыдущей да ведь у меня для всех меньших же и меньших и все посчитано они не равны друг другу так аккуратно вот а это вот б житая я говорю так простите а тогда сделаем так очевидно что один из этих элементов точно не входит в наибольшую общую подпоследовательность правда либо этот не входит либо этот но какой я не знаю давайте в начале посмотрим так что я выкину бы а возьму а в этом случае я говорю значит у меня длина наибольшей общей подпоследовательности это длина f это же минус первое ну просто вот от вот этой и вот этой подпоследовательности наибольшая общая правда либо выкинем этот тогда это будет опять же эта задача тоже уже решена ранее задача поиска общей подпоследовательности для вот этих меньших по длине кусочек то есть один из них меньше другой такой же но она все равно уже решена понимаете она все равно уже решена это будет f и минус первое житы то есть я а какую из общих подпоследовательности какую длину я возьму но естественно максимальную то есть в отличие единственное отличие задачки с поиском с траектории минимальной стоимости что еще не минимальную а максимальную да то есть я говорю что здесь я делаю максимум максимум из f и g минус первое запятая f и минус первое житая поняли и минус первое житая читаю еще раз максимум от f и тж минус первое запятая f и минус первое житых житая ясно крайний случай крайний случай значит я сейчас должен обсудить как я буду заполнять таблицу f и тых житых как я буду заполнять таблицу f и тых житых да давайте я это сделаю опять же не отходя от кассы я обязательно возьму нулевой нулевой ряд что это будет означать f нулевое f нулевое житая чему будет равно ноль элементов из последовательности а и ж элементов из последовательности b но очевидно что общая подпоследовательность в этом случае пустая правда правда Единственная общая подпоследовательность, это вот самая вот эта, пустая, длина наибольшей подпоследовательности очевидна 0. И очевидно, что f и t нулевое тоже у меня 0. То есть у меня вот в этих строчках, вот тут вот, у меня нули. Чем красиво по отношению к тому случаю, у меня цикл побежит по всем элементам. То есть и вот тут вот, и вот тут вот я проставляю вот эту строчку, этот столбец и пробегаю по всем, включая вот этот элемент. Ну потому что последовательность из куска a и куска b, там где ровно один элемент взят, она тоже может иметь длину 0. Это будет сильно зависеть от того, равны ли два первых элемента у a и у b. Если они равны, тогда у меня, соответственно, что будет? Вот этот нолик плюс 1. Ясно? То есть я либо отсюда беру, но тогда с плюс 1. А когда я могу взять? Когда два элемента равны друг другу. А если они не равны, тогда я беру, говорю, ну тогда максимум из этого или из этого. Ясно? Сейчас визуально все понятно. Как только это все понятно визуально, мы можем написать алгоритм, давайте же его напишем. Что я делаю? Я, во-первых, завожу таблицу m на m размером. Значит, я сейчас описываю функцию. Так, grand, grand, сейчас, greater common subsequence, gcs, 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 grand common subsequence. Сейчас я проверю, так оно называется или нет. lcs, да, точно. lcs, спасибо. Largest, спасибо большое. Common subsequence. lcs от a и b. m и n я у них просто могу взять, на самом деле, в обратную сторону, просто взять и выписать. На самом деле, мне это не обязательно, я их в цикле тупо возьму и все. Дальше. Первое, что я сделаю, я сейчас зарезервирую памяти под f. Очевидно, что у меня от нулевого по m ты включительно, по n ты включительно. Потому что у меня n ты, n ты элементы должны включиться в том числе. Поэтому мне чуть-чуть больше понадобится. Я, как помните, делаю это дело при помощи генератора. 0 умножить на len от b плюс 1, да, for i in range, соответственно, len от a плюс 1. На единичку больше длины, чтобы включить нулевую строчку, нулевой столбец. Дальше начинаю, что вычислять. Поскольку я туда уже загнал нули, то никаких проблем сразу нет. Все крайние случаи у меня, собственно, сразу посчитаны. Правда? Там и так нули валяются. То есть мне нужно сейчас, начиная с первого элемента первой строки, вот так вот бегать слева направо, я сейчас побегу сверху вниз. То есть внешний цикл будет по i бежать, а внутренний по g. For i in range. Соответственно, начиная с первого, это очень важный элемент, но по m, n-ты включительно. n-ты это len a, по len от a плюс 1, включительно. Двоеточие. Вложенный цикл. For g in range. Начиная от единички до len от b плюс 1, включительно. Что я делаю? Я говорю, если у меня а, вот здесь вот у меня а и ты маленький, на самом деле находится в позиции и минус 1, b житый маленький, ну в смысле, вот то, что я обозначил, а и ты маленькая, b житая маленькая, вот здесь вот. Так вот, вот эти вот два элемента, они у меня лежат на самом деле в и минус 1, же минус 1 позиции, только в этом месте. Согласитесь, это было бы лишним там. Соответственно, что я говорю, и ты элемент а, а он находится вот тут вот. Вот, да, если равен житому элементу b, а он находится на единичку левее, в этом случае я говорю, что в этом случае я говорю, что у меня, соответственно, f и t житая равно 1 плюс на единичку больше, чем подпоследовательность и минус 1 длины а и жи минус 1 длины b. А иначе, else двоеточие, f и t житая равно чему? Максимуму из f и минус 1 житой, запятая f и той жи минус 1. Если я всего лишь считаю эту наибольшую длину, наибольшую общую подпоследовательность, то это конец задачки. f какое у меня получается? Последнее, да, для последнего. Хотите секрет расскажу? Секрет про списки в питоне. Я же говорил, что списки в питоне помнят, сколько в них элементов. Да? Оказывается, вот вы когда в доме едете и нажимаете минус 1 этаж, с этажами это вообще лажа, у нас в России нет нулевого этажа, у нас после первого сразу минус 1, скачок на 2. Это неправильно, надо, чтобы был нулевой этаж. Но вот даже если бы был нулевой, минус 1, это как бы туда должно быть, куда-то, да? А в питоне циклически это дело закручено. Минус 1 элемент, это последний элемент. То есть я на самом деле могу сейчас вместо написания вот здесь вот f от len, я могу так написать, но я могу сейчас пошутить и сразу написать вот так, return f минус 1, то есть из последней строки, это последняя строка, последний элемент минус 1 элемент. Здорово? Ну это просто на самом деле это означает по соответствующим длинам, то есть len от f минус 1. Len от f минус 1 как раз равен будет len a, поскольку я изначально его создавал на единичку больше длины. Понятно? То есть на самом деле это минус 1, он как бы от длины самого массива f, как массива массивов. А это, соответственно, от длины строки. Но так удобно и красиво записать. Вопрос, а как мне найти саму теперь наибольшую общую подпоследовательность? Оставляю вам. Знаете почему? Потому что сложность этого настолько же уже... Сложен ли этот алгоритм? Честно, если вы понимаете то, что вот на этой доске, то он тривиален. А если не знать идеи алгоритма, то он нечитаем. Непонятно, что происходит. В частности, здесь чистым призраком звучит крайний случай. То есть догадаться, что эти нули на самом деле являются крайним случаем, при том, но не все, а часть просто как бы еще не вычисленные значения, а для первой строки первого столбца как раз являются. Это надо просто вот... То есть иногда бывает, что алгоритм очень трудно прочитать. И нужно знать алгоритм, чтобы можно было прочитать исходный текст. Ясно? А так реализация, это очень простая скорость. Это скорость двух вложенных циклов for o от m умножить на n. Правда? Кстати, я не сказал про альтернативу. Знаете, какая альтернатива? Это сравнивать всевозможные подпоследовательности a на равенство со всевозможными подпоследовательностями b. Их там, соответственно, сколько? Ну, 2 в степени n и 2 в степени m соответственно. 2 в степени n умножить на 2 в степени n. Ну, то есть от полнопереборного мы вот видите вот таким методом просто вот... Хорошо. А, так вот, я к чему? Восстановление самой наибольшей общей подпоследовательности примерно по сложности равно восстановлению траектории короля или кузнечика. То есть это шагаем назад, ищем, какая из является наибольшей из предыдущих, и либо добавляем этот элемент, либо не добавляем. То есть с конца откручиваем. Понятно? И с конца откручиваем, 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 и приходим, собственно, восстанавливая исходную, переворачиваем ее наоборот. И вот наша подпоследовательность. Ясно? Я не буду воспроизводить этот алгоритм, потому что у меня еще целых, если повезет, то 2. Наибольшая возрастающая подпоследовательность. Наибольшая возрастающая подпоследовательность. Я вас спросил. Да. Мы начинаем с последнего элемента. То есть выбранных частях а и b. Да. И доезжитый был последний элемент. А там и с первого начинаем. Дело в том, что с нулевой подпоследовательностью, я, понятно, что, вот я сказал. Поэтому первый вычисляемый, это с подпоследовательностью уже длины 1. Прошу прощения, это не подпоследовательность, это кусок а. Да, да. И мы с конца отсекаем либо последний элемент в части а. Это было рассуждение, из которого я пришел к формуле. А формулу я начинаю обрабатывать вот этот элемент, потому что мне для его вычисления требуются вот эти три. Потом вот этот элемент вычисляю, потому что мне для него нужны вот эти три значения. Потом вот этот, потому что мне для него нужны вот эти три вычисленные функции. Ясно? То есть сам характер заполнения построчный слева направо, сверху вниз. Так же, как это было с королем в первом случае. То есть функция работает все-таки с начала части. Да, да, да. То есть я рассматриваю рекуррентно в начале, но говорю, ну рекуррентно это же будет жесть. Помните с Фибоначчи сложность. Да, то есть вместо этого я говорю, давайте динамикой. Ладно, поехали. Вы, наверное, помните такой анекдот про чайник. Как вскипятить чайник. Да, и как математик это делает. Или программист. Ну, как раз программист не всегда так делает, а вот математик. Да, и что нужно сделать, алгоритм, как сделать чай. Есть чайник, там кран, плита, спички. Надо, соответственно, зажечь плиту, налить в чайник воды, поставить чайник на плиту, дождаться, пока он закипит. Да, снять чайник с плиты и заварить чай. Да, а теперь так. Следующая задача. Плита уже включена, вода уже налита в чайник. Как вскипятить чайник? Вылить из чайника воду, выключить плиту и свести задачу к предыдущей. Мы решили с вами задачу с наибольшей общей подпоследовательностью. Вопрос. Какая подпоследовательность А является максимальной по длине, при этом состоит из возрастающих чисел? Последовательно. Она упорядочена по возрастанию. Знаете, как это можно сделать? Взять последовательность А, отсортировать, назвать ее последовательностью Б. Взять и сказать, что Б это копия А, но отсортированная. И свести задачу к предыдущей. Потому что, очевидно, наибольшая общая подпоследовательность А и отсортированная А является как раз наибольшей возрастающей подпоследовательностью. Правда? Какая сложность у этого алгоритма? Ну, очевидно, что сложность алгоритма М на Н для наибольшей общей. Здесь у нас М и Н равны. Н получается. О от Н квадрат. Отсюда вывод. Сортировка даже худшая сортировка. Ладно, худшая. Я худших вам, может, и не рассказывал. Но классические квадратичные сортировки, они квадратичные. О от Н квадрат. Отсюда вывод. Для, собственно, обычных сортировок асимптотика та же самая. То есть можно так сделать. Понимаете? Мы не ухудшим сортировкой, мы не ухудшим погоду. Сортировка как раз займет от Н квадрат операций. Мы прекрасно ей все отсортируем. Потом наибольшую общую подпоследовательность тоже плюс Н квадрат плюс Н квадрат. Никаких проблем. Да? Ну, все-таки давайте напишем отдельно алгоритм. Может быть, что-нибудь выгадаем от этого. Что я введу? Опять вопрос о целевой функции. О целевой функции. Давайте сейчас опять же договоримся, что я буду вычислять не саму подпоследовательность, а длину наибольшей общей возрастающей подпоследовательности. Значит, это у нас получается, тоже я назову F. Сейчас я посмотрю. Как мне это, чтобы совпадала реализация. Не торопится работать. Ну, ладно, я назову ее F все-таки. Я догадываюсь, что она должна быть F по-хорошему. Пускай думает. F и T – это наибольшая возрастающая подпоследовательность для, соответственно, части А. На самом деле тоже секретик я вам скажу так, что вот эта часть А, как бы его отрезок, кусок, его называют словом срез. Называется срез. Сейчас не будем говорить про это подробнее. Части А, которая начинается от нуля и содержит в себе как раз первые и элементов. Наибольшая возрастающая подпоследовательность для части А от нуля до и того невключительно, соответственно, ровно и элементов содержащие. Но я все-таки хочу сделать так. При этом это наибольшая возрастающая подпоследовательность, которая заканчивается и содержит элемент. А, и ты, ну я давайте сразу напишу, что который на самом деле А и минус первый по индексу, да, а номер его и ты. И ты, и ты, собственно, элемент последовательности. В программе он будет вот так вот упоминаться. Значит, еще раз, я не всякую, не всякую хочу рассматривать наибольшую возрастающую подпоследовательность, а ту, которая при этом завершается этим конкретным элементом. Это мне немножко упростит вход рассуждения для вывода рекуррентного соотношения для этой целевой функции. Итак, что я скажу? Что моя f, f и t, она чему, собственно, равна? Давайте рассмотрим эту последовательность. А первая, А вторая, А третья и так далее. А и минус первая, А и т. Раз я с первого, видите, это номер. Итак, у меня для всех предыдущих кусков этой последовательности наибольшая длина, наибольшая общая подпоследовательность, заканчивающаяся в соответствующем, соответствующим символам, найдена. И она среди них максимальная. Значит, я могу сказать так, что у меня длина наибольшей возрастающей подпоследовательности, которая заканчивается вот этим вот элементом А и т. Эта, она равна чему? Ну, очевидно, что я могу этим элементом продолжить какую-то любую подпоследовательность. Ну, давайте житую, назову ее там условно по А житую, да? Вот какой-то кусочек с А первого по А житую. Давайте рядышком напишу. Кусочек с А первого, А второй, где-то там по А житой. Но я могу продолжить этим элементом, то есть есть какая-то наибольшая подпоследовательность возрастающая, которая заканчивается А житым, но могу ли я продолжить ее элементом А итом? Это зависит от того, а является ли элемент А итой большим, чем А житой. Правда? То есть у меня получается так. Что А итой, я должен предыдущую подпоследовательность выбрать наибольшей возможной длины, но при этом такую, для которой элемент, вот этот вот А житой, имеет значение меньшее, чем А итая. Понятно? То есть что я делаю? Я говорю, F итая равно максимуму от F житых плюс 1. Но при этом жит такое, что, во-первых, жи меньше, чем И. Я могу даже сказать, жи на самом деле от нуля до И не включительно. При этом у меня требуется, чтобы А итой был обязательно больше, чем А житой. Иначе последовательность не является возрастающей. Ясно? Ну, тут можно разбить на две задачки. Строго возрастающая, не строго возрастающая, тут равно, не равно. Я буду сейчас строго возрастающую подпоследовательность рассматривать. Да? Условия понятны? Логика понятна? Поиск максимума это что? Это цикл. Значит, у меня возникает что? Цикл в цикле. Давайте напишем алгоритм. А, да, прошу прощения, крайний случай. Рекуррентная формула написана, правда, она выглядит-то простенько. На самом деле, такой максимум потребует цикла. Но все-таки, давайте крайний случай. А пустая, F нулевая. Ну, подпоследовательность А от куска А, в котором ничего нету, очевидно имеет длину 0, правда? Для последовательности длины 1, что у меня получится? Да, надо сказать, что тут еще один момент. А если у меня вдруг, если у меня вдруг нет ни одного такого элемента аитого, ажитого, нет ни одного элемента ажитого, который меньше, чем аитый. Например, аитый оказался самым маленьким среди ранее встреченных элементов. В этом случае хорошо бы, чтобы мой максимум, поиск максимума, возвращал какое-то небезумное число. Но очевидно, если это самое маленькое число, ну, например, давайте какую-нибудь конкретику. Не знаю, 4, 3, 2, 1. Вот я сейчас рассматриваю для вот такого куска А и говорю, наибольшая общая подпоследовательность, которая завершается единичкой. Ну, тут нет возрастающей подпоследовательности, которая завершалась бы единичкой, кроме, кроме какой? Ну, кроме собственной единички. То есть сама единичка, она в нее как раз бы вошла. Кроме пустой плюс 1. Отсюда вывод. Если я сумею сделать так, чтобы мой максимум возвращал 0, если такого не найдено, то это идеально. Ну, так я поставлю его на постамент при поиске максимума, поставлю вначале 0. Да, и все. То есть на самом деле, вот даже вот этот вопрос о крайнем случае, он сведется к ситуации какой, что мне нужно будет при поиске очередного максимума просто начинать с 0. Ясно? Поехали реализация. Сейчас я посмотрю, что я все так же назвал. Возрастающая подпоследовательность. Надеюсь, успеет. Так, а вот как она называется? Я даже не помню. Def, greatest. Сейчас скажу, как она называется. Ащи, тут, конечно, это дело написано. Что ж она не грузится. Просто вместо count будет increasing. А? Вместо count будет increasing. Increasing? Г, ай? Increasing. Ну да, гис тогда будет. Да, ну пусть так будет, да. Increasing, то есть она возрастающая. Не знаю, nvp. По-русски nvp, да, наибольшая возрастающая подпоследовательность. Но смысл в этом такой. Она у меня одна. Да, значит, что я делаю? Я себе создаю f, но f у меня, обратите внимание, а, f у меня одномерная, да. Она у меня будет равна из n плюс одного элемента. То есть у меня, на самом деле, здесь я могу очень просто умножить на len от a плюс 1. Сделать, да, и дальше поехали циклом, а, прошу прощения, поиск максимума. Да, там каждый раз будет заново. For i in range, начиная от 1 до len a включительно, что я буду делать? Я буду искать максимальный f житый, где g меньше, чем i. Значит, я сейчас вот этот максимум загоню в буковку m. Начальным состоянием максимума я положу 0. Теперь я побежал искать максимум среди тех. Значит, я что делаю? For g в диапазоне, начиная от 1. Ну, на самом деле, нулевой почему бы и не включить, наверное. Ну, ладно, неважно. От 1 до и того. Но и ты при этом как раз не включаю. И ты как раз не включаю элемент. Значит, когда я буду для элемента из одного элемента, как раз я буду включать только элемент. Сейчас, на секундочку. Чтобы неаккуратно. Потому что вот этот цикл второй, он именно по индексам будет бежать. Поэтому мне нужно начинать с нулевого. Нулевой элемент у меня же присутствует в массиве. Значит, нужно с него начинать искать. Сейчас я подумаю. Я могу там вычитать, да? Нет, у нас так как нулевый. Изначально было заданного соотношения. Поэтому можно сегодня не вычитать. И это у нас изначально заданного. И это понятно. Я имею в виду, что такое g сейчас. Что такое g. Если g у меня это номер элемента. Давайте номер элемента, чтобы было четче. g номер элемента. Тогда действительно я могу, в принципе, не включать нулевой. Вот так осталось. Но могу и включить, неважно. Что я дальше говорю? Если у меня, соответственно, элемент итый больше, чем житый. Но я договорился, что у меня вот итый элемент находится вот в этой позиции. Поэтому говорю, если элемент итый оказывается больше, чем а житый. То я допускаю ж к поиску на максимальность, соответственно, f. Понятно? То есть я делаю фильтрацию допустимо-недопустимо продолжать, соответственно, этим итым элементам ту подпоследовательность. И говорю, соответственно, если так, то на самом деле можно вписать сюда просто end. И при этом f житый больше, чем текущий максимум. По итогам вот этого цикла у меня либо m останется равным нулю, если ни одного не было элемента а житого, который меньше, чем а и ты. Либо у меня будет какой-то максимально возможный элемент, который больше нуля. Какая-то наибольшая возрастающая подпоследовательность найдена, которая допустима для продолжения очередным аитым элементом. Соответственно, вот к этому моменту m содержит нужное мне число. И я говорю, соответственно, что? То, что f ит просто равно этому максимуму плюс 1. Ясно? Все. Если моя задача только длина, наибольшая возрастающая подпоследовательность, то я могу возвращать, соответственно, f последний. f от len a. Ясно? Так. Ну что же. У нас с вами время, к сожалению, кончается. А есть еще целых две задачки. Еще целых две задачки. И они нужны вам будут на следующей неделе в контесте. Ну, давайте упремся и попробуем сделать. Есть такая задача. Алгоритм укладки рюкзака. У нее много есть разных видов и вариантов. Алгоритм укладки рюкзака. Постановка задачи следующая. У вас есть мешок. И есть некоторый набор предметов. Вы, как это, находитесь в пирамиде, у вас есть рюкзак, но вы больше, чем определенную массу унести не можете. m это у вас максимальный вес. Ну, я имею в виду, выражены в массе, в килограммах. Да, максимальный вес вещей, которые вы можете тогда уложить. У каждого предмета есть какая-то его стоимость. s первая, s вторая, s третья. И есть какая-то своя масса. m первая, m вторая, m третья. Да? Какой-нибудь условно мумия, драгоценная маска какая-нибудь. У нее тоже есть s4, m4. Возникает вопрос. Какую максимальную стоимость предметов вы можете унести? Оказывается, что эта задачка, несмотря на всю простоту ее постановки, она не решается лучше, чем методом полного перебора. Вот реально полный перебор всех подмножеств, это лучшее, что можно сделать. Есть разные приближенные методы решения этой задачки. Но оказывается, что если у нас массы являются дискретными, то есть они меряются условно в килограммах или в граммах, в этом случае эта задача может быть решена методом динамического программирования. Я, пожалуй, все-таки не буду вас сейчас задерживать, чтобы вы успели добежать на лабы. Значит, тогда смотрите, у вас возникнут два сейчас, обратите внимание, у меня много групп, которые решают контест или там лабу, смотрите практику до того, как услышат лекцию. В следующий раз у вас будет контест, в котором нужно будет реализовывать наибольшую возрастающую алгоритм укладки рюкзака дискретный. К сожалению, да, нужно его будет подсмотреть, посмотреть в интернете он есть. Дискретный алгоритм укладки рюкзака решается методом динамического программирования. Значит, и есть еще алгоритм редакционных изменений, алгоритм Левенштейна. Ну и те вещи, которые связаны с шахматными фигурами, сколько там различных траекторий у короля, у ферзя, можно попытаться это дело усложнить, подумать о том, а что если там каждая клетка для ферзянов стоит какого-то посещения для короля. Ну и там вот эти вещи порешать. Будьте к этому готовы. А я вам, конечно, расскажу вот эти вот пару алгоритмов, но уже на следующей лекции. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ